Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моем канале! И сегодня у меня в гостях превосходное, обворожительное, Айсельчик! Всем привет! Вы ждали, вы писали в комментариях, и, конечно же, мы кушаем роллы. Да. А роллы откуда? Да, роллы от Japan's Garden Sushi. Такой вот огромный сет, где 60 штук вкуснейших просто роллов, еще плюс... Суши-бургеры. И кола, ой, кола. Пепси. Пепси. Все это вместе с бесплатной доставкой обойдется вам за 42 моната. Так что дерзайте, акция, потому что всего лишь 12, 13 и 14. Да. То есть в преддверии 14 февраля. Так что обязательно успеете, а мы сейчас попробуем и скажем наше впечатление. Да, я никогда не кушала суши-бургер, впервые буду кушать. Да, я никогда не кушала. Я пробовала, это почти то же самое, что и запеченный, просто в другом формате. В более большом формате. Да, тоже очень вкусно. Ну, давай попробуем. Мы специально соусы вот вниз положили, потому что у нас не умещается много всего. Да. Во вчерашнем влоге Айсель столько было комментариев. Я заметила. О том, что как ты оказалась дома у Жали. Или это был монтаж, признавайся. А Айсель там столько ела. Когда? Я это в стул сказала. Когда я ела? Ой, мне показалось, ребят. Моя мама дружит с Жали. И Жали и Айка познакомились через меня. В общем, мы познакомились через Айсель. Нас познакомила именно она. За что тебе огромное спасибо, Айсельчик. Спасибо. Всегда меня знакомят с такими хорошими людьми. Жали реально очень хорошая. Очень добрый души человек. Она нам такую поляну накрыла. Ну, хорошо, что у нас с Айсель есть секретный язык. Езинский язык. Да. Да. Мы можем общаться. И об этом никто не знает, что мы говорим. Мы сидели. И время от времени я такая, Айсель, ты что-то поняла? Она такая, нет, я нифига не поняла. И тут Жали спрашивает. Что вы разговариваете? Что вы говорите? О чем вы там? Они такие, ничего. В общем, суши обалденно вкусные, честно. У меня парень в последнее время говорит, что я хочу выучить лесгинский. Мама говорит, не надо. Не учи его ни в коем случае. Почему? Он говорит, ну, то есть, типа, в лесгинском языке мало слов. Там очень много русских слов, поэтому его легко выучить. И чтобы он знал, о чем я переписываюсь, например, секретно с мамой или болтаю. Мы с мамой, моей мамы точно такие же. Я познакомилась с мамой Айсель. Мне она очень-очень понравилась. Очень современная. Тебе тоже очень понравилось. То есть, видно, что... Спасибо, спасибо. Видно, что она как подруга тебя. Да. Моя мама, когда смотрела Айку, она всегда комментировала и говорила, что у нее некрасивый макияж. Но будем откровенны. В камере она казалась не так, как в жизни. В жизни Айка совсем другой человек. Ты посмотришь на нее, скажешь. И мама точно так же вчера сказала мне, что Айка вообще очень красивая, очень ухоженная, очень умная девочка. Вообще не то, что в камере. Она мне сказала, что я очень сильно отличаюсь от камеры. Жали мне то же самое сказал. Но я, если честно, наоборот. Мне всегда казалось, что я в кадре лучше. Не-не-не. Потому что там есть эффект сглаживания кожи. А я говорю, во! Дело даже не в коже. Ты комплексуешь, но не знаю, это не прям видно, что... Смотри на тебе обычная кожа. Да, неизиальная, да. Обычная, самая обычная. Ты прям как комплексуешь про это. Я смотрю на тебя, я не вижу прям такого. Потому что у меня слой тонального. Ты хоть сейчас в подростковом периоде, у тебя нет прыщей. И ты не представляешь, насколько ты счастливый человек. Но у меня часто бывают высыпания. Так вот, я не договорила, так скажем. В общем, иногда я смотрю на маму и дочку. И мама прям боится дочь что-то сказать ей и так далее. А у тебя мама прям как подружка. То есть в любых твоих начинаниях она заносовременная. Она знает все тренды и так далее. То есть в этом плане мне очень понравилось. То есть не потому, что это твоя мама. А действительно это так. Ты ей тоже очень понравилась, хоть честно. Я даже не знала, когда шла в гости, что вы тоже туда идете, кстати. Да? Она уже сказала, что Айка придет. Мне потом уже, когда я была в дороге, она сказала, по-моему. Ну, хорошенько посидели. Да. Поздно вернулись. Да, мы очень поздно вернулись. Одинцево мы вернулись. Хорошо, что мы живем очень рядом. А сначала я сказала, что давайте пойдем пешком домой. Айсель так на меня посмотрела. Потом я передумала. Думаю, нет, ну зачем? Зачем напрягаться? Если можно расслабиться. Конечно. Ты не занимаешься спортом, сажали? Нет, пока. Пока что. Но есть планы? Да. Летом я хочу заняться, когда уже не будет учебы. Не будет никаких учителей, чтобы было все хорошо. А летом ты не занимаешься, да? Вообще. Вообще. Вот так круто. Могу иногда повторить, если захочу. Ну, историю ты можешь. Да, надо повторять историю очень часто. А то забываешь. У меня вообще... Частенько забываю, да. Всегда учительница по истории моя всегда говорила, что вы самая тупая группа. Вот реально. У нас такая... У вас никто не поступит. Я вам, говорит, зуб даю, никто не поступит. Которые, наверное, так говорят. Я не знаю, на всем говорила. Но у нас все на платные поступили. На бесплатные никто. Но зато поступили. Сегодня поставила пост, где написала про свои мысли. И все сразу начали мне писать. Ты говоришь про Дину. Это про Дину. То есть кто не знает... А, да. Это ситуация с Диной. Здесь вот как раз очень много вопросов касательно этого. Как ты вообще относишься к этому? Ну, Дина очень красивая, очень ухоженная девочка. Она очень успешная. Свои годы она добилась многого. Очень многого. Очень многого, да. Она... Ну, последний вот этот вот его пост, мне вообще, ну, вообще не понравился. Она вот поведение, что... Она написала, что сестра, где мой хиджаб. Но она неуважительно относилась к религии. Я считаю, что это провокация, и это неправильно в корне. Да. Ты можешь верить в религию, можешь не верить. Можешь делать... Можешь делать намаз или не делать. Но ни один человек не имеет права оскорблять чувства другого человека. Еще при том, что ее мама закрывает голову, то есть она ходит в хиджабе, делает намаз. Она верющий человек и как-то... Некрасиво. Некрасиво. Очень некрасиво. Очень некрасиво получилось, я вот согласна. Вот, но она удалила вроде как. Да. Сейчас нет ее истории. Надеемся, что она поняла. Да. Следующий вопрос касательно того, почему ты ушла из сериала. Вот вы все пишите в комментариях, что надоело про сериал. Да. А вот там куча вопросов про сериал. В тот день, когда я посмотрела комментарии, видела, что типа говорят, что надоело про сериал, сколько можно про сериал, звездилось и так далее. Ну, честно, я каждый раз говорю Айке, что Айка, давай не будем про сериал. Ну, вы спрашиваете, вы очень часто спрашиваете про это и... Приходится уже. Приходится отвечать, чтобы, ну, не обидеть никого. Почему я ушла из сериала? У меня там роль закончилась. Мы договорились, у нас был контракт на несколько месяцев и этот контракт уже... А что случилось с твоей героиней? Мы... То есть мы продали дом и я забежала в Москву с моей мамой. То есть мы украли все деньги и сбежали. Да. Но ты когда-нибудь появишься в сериале опять, правильно? В этом нет. В этом сериале нет, но может быть, что в будущем будут некоторые проекты. Я заметила, Асель, что ты как бы, ну, не горишь этим. Вот я не могу сказать, что ты прям ищешь новые роли, там, не знаю, идешь на всякие эти кастинги. Ты не горишь этим, это чувствуется. Ну, потому что это очень трудно, это... Ну, не маю, я поняла, что актерство это... Ну, не так уж, я не горю этим. Но был какой-то опыт. Я мечтала быть актрисой, но сейчас я поменяла свое мнение на 180 градусов. Мама этот сериал смотрит только из-за тебя. Когда твоя роль закончится, она перестанет смотреть. Мама всегда когда-то начинает... Ай, Асель, Асель, показывай, Ай, Ай, Асель. Интересный сериал, интересные люди. Я познакомилась с очень многими людьми хорошими. Но... Новое знакомство. Новое знакомство. Но я поняла, что это что-то как-то не мое. Это очень трудно. Кто говорит, что актерство это легко, это очень трудно, вы честно. Следующий вопрос. Опять же, Ай, Асель. Почему Ай, Асель не открывает свой инстаграм и не развивает его? Ну, потому что я думаю, что это немножко дело трудное. И не то, что трудное, вот нужно сидеть в инстаграме, сидеть в телефоне очень много. У меня такой возможности на данный момент, к сожалению, нету. Я учусь, я все свое время просто иду то туда, то сюда. Поэтому у меня просто не бывает времени просто открыть инстаграм и развивать его. Вот когда я поступлю в университет, как моя мама всегда говорит, вот поступи в университет. Когда я поступлю наконец-то, вот тогда я хочу уже заняться блогерством. Открыть ютуб-канал, открыть инстаграм, сделать его открытым, чтобы были подписчики, просмотры и так далее. Ну, это через год. Но ты хочешь просто не отвлекаться ни на что, чтобы у тебя будет целенаправленно только учеба. Мне так понравилось, через каждое слово мама Асель говорила, поступи потом. Любое что-то, поступи потом. У нас дома точно так же. А потом мама говорит, почему ты со мной не разговариваешь? Почему мы не ходим с тобой туда? Почему мы не ходим с тобой туда? Ты туда с подружками идешь, а со мной никуда не уйдешь. Потому что у мамы каждая тема заканчивается. Поступи в университет. Вот тогда уже будет. Я тоже это заметила. Ну, она вам благо, конечно, говорит тебе. Конечно. Дай бог поступишь. Набешала. У нас правда такой пир. Да, вот честно. У меня есть очень много планов, когда я поступлю в университет. Ой. У меня был одноклассник, и он всегда говорил, вот поступлю в универ, вставлю зубы. А у него не было зубов, что ли? И он типа хотел коронки на зубы. Не совсем винировый, бюджетный вариант. То есть, чтобы не носить бракеты, а сразу надеть коронки. Ну, это просто звучало так, и поступлю в универ, вставлю зубы, куплю себе телефон, говорит, нормальный. Потому что родители ему такой фонарик подарили. И сказали, все, свой андроид давай сюда. Он мечтал, говорит, вот поступлю. И, кстати, поступил. Имя бесплатное поступил. И вот так мы угорали с его этих слов. Типа вставлю зубы. Потому что реально... Вообще сейчас учеба очень трудная. И дорого. И дорого, да. Вот ты по скольким предметам ходишь к репетиторам? Я хожу на данный момент на три предмета. И это очень, кстати, дорого обходится. Но в России еще дороже. Напишите, пожалуйста, в комментариях, сколько у вас стоят репетиторы. Это, насколько я знаю, там, знаешь, одно занятие, например, стоит, как у нас, полмесяца. Например, мы за месяц платим, ну, 70, к примеру. Это 3 тысячи где-то. И входит 8 занятий. А сам? Ну, там вообще дорого. Там, получается, за одно занятие ты платишь, как за полмесяца. То есть там где-то 30 мат за один занятие. А вчера сестра Жаля тоже говорила. Да, она, то есть они учились там, в России. Она сказала, да, что там 40 минут занятий было нашими деньгами 50 монат. А как это с рублями будет? Это 2 тысячи рублей. Это 2 тысячи рублей. Вот напишите, пожалуйста, реально очень интересно. Да, кстати. Потому что у нас намного бюджетнее это все стоит. И ты еще к хорошим учителям ходишь, правильно? Угу. У меня все упало. Есть те, кто ходят, например, на курсы. Это вообще дешевле. Это дешевле, но неэффективно. Да, не так уж эффективно. Ходишь на курсы только, чтобы выучить язык. А вот поступать на университет и ходить на курсы, я ходила, неэффективно было для меня. Я тоже ходила. Знаешь, там много людей. Это то же самое, как ты сидишь в классе. Да, я не люблю такой режим, так скажем. Я люблю свободненько, на диванчике или на таком удобном стульчике сидишь, теплый дом. Кушаешь роллы. Но это, к сожалению, уже нет. Но более удобнее, да, так скажем. Мы когда в универе учились на первом курсе, и у нас в универе была такая книга, типа предложение. Ученики могут что-то предложить университету. Например, что-то поменять в учебном процессе. И была одна группа, они прям конкретно... Издевались? Нет. Топили за то, чтобы во время урока был официант. То есть, например, ты сидишь на уроке, делаешь вот так, вот так. И чай приходит к тебе. Кстати, хорошая идея. Ну, например, сидишь, сидишь, тебе холодно стало, или вдруг захотел чай. Кушать роллы, Макдоналдс. Да, и он предложил, что каждый месяц мы, например, будем скидываться по определенной сумме, и вот нам будет приходить чай. Например, сидишь ты на уроке, приходит он с подносом, кому чай, да, и бесплатно. То есть, было бы круто. Я работала в одной строительной компании, и там, знаешь как, утром тебе приносят чай. Хочешь ты его или не хочешь, все равно приносят. Потом через два часа опять горячий чай. Обновляют тебе его. Постоянно чай, вот чтобы ты не вставал с места и не тратил время. Это было очень удобно. Прям очень. На компанию там был один большой зал, и там было три девушки, которые чисто отвечали за чай, чтобы у тебя всегда был горячий чай. Очень круто. Очень круто. Хочешь, как бы у нас в муниверситетах так было? Навряд ли, навряд ли. Мы живем в Азербайджане. Не забудем, да, чтобы где живем. Главное, как сказала твоя мама, поступить. Да. И поступить на бесплатный. Я уверена, что ты поступишь. Да, и Бог. Это не обсуждается, но самое главное, чтобы... На бесплатный. На бесплатный. Ну, в общем, моя хорошая, какой вывод мы делаем? Как тебе суши? Очень вкусно. Мне очень понравился суши-бургер. Пробовала впервые, и это очень вкусно, честно. Очень сытно. Очень сытно, да. Мне очень понравилась Филадельфия. Очень. Она была такая мягкая. Нежная. Очень нежная была, да. И всего за этот огромный сет вы заплатите 42 моната. Но акция ограничена. Только 12, 13 и 14, если вы хотите порадовать своего молодого человека или мужа устроить романтик. У нас мужа нету, мы... У нас общий романтик. У нас такой романтик, а у нас такая. Поэтому обязательно заказывайте. Ссылочку я вам все оставлю в инфобоксе. Переходите. На этом все. Тикток айсель будет внизу. Обязательно переходите. Подписывайтесь на эту красавицу. Пишите свои комментарии внизу. Всем пока!